Сразу два вопроса. Рассмотрим первый о развитии агропромышленного комплекса в крае и второй о ходе реализации национальных целей и стратегических задач, направленных на снижение уровня бедности. Вовлеча в оборот в этом году дополнительно 2,5 тысячи гектар земель и обеспечит рост производства овощей на 22%, в том числе рост тепличных овощей на 25%, предоставит государственную поддержку тепличным комплексам для приобретения оборудования, обеспечит рост производства картофеля в хозяйстве всех категорий на 50%, обеспечит рост производства яиц на 5% за счет модернизации птицефабрик, обеспечит прирост производства молока дополнительно в крестьянской фермерской хозяйстве на 5% и начать работу племпредприятия. После вашего посещения в гипермаркет в Самбере мы обсудили с вами необходимость реализации прорывного сценария развития ПК, на что вы нам указали, мы это рассмотрели в течение одного-двух дней. На слайде мы отобразили сдержанный прогноз развития отрасли с учетом текущей ситуации, но благодаря вашей поддержке мы можем достичь высоких показателей. В 2021-2023 годах нам необходимо ввести в оборот. В 2021 году благодаря работе машино-тракторной станции не менее 5000 гектар залежных землей, на слайде 2000. В 2024 году не менее 40 тысяч гектар, на слайде 10 тысяч. То есть все невостребованные земли вернуть в оборот. Я рад, что вы пересмотрели плановые показатели. И залежи нам нужно вводить в оборот, причем в срочном порядке. Каждый гектар должен приносить деньги. В следующем году мы приступим к поднятию залежи в двух районах Хабаровского края. Как я сказал, ядро нашего бизнеса это семейный завод. Поставщиком оборудования является мировой лидер данной отрасли, компания Кимрия. Основным инструментом завода является семенная линия, которая включает в себя 10 технологических модулей, которые в совокупности и позволяют воспроизводить высококачественные семена. Мощность завода 10 тонн в час по производству семян сои. Мощность похоронения 12 тысяч тонн семян в год. Как я упомянул, мы работаем над расширением нашей линейки, чтобы способствовать и помогать севобороту на Дальнем Востоке. Хотя соя это наиболее востребованная культура и имеет наибольшее количество сортов в нашем портфеле. Мы, тем не менее, воспроизводим сорта пшеницы, овса. Мы также выращиваем пивариный ячмень, который мы поставляем на пивариные заводы в Хабаровске. Это компания Балтики и Хайнекен. И также начали выращивать гречиху. Мы развиваем дальше наш бизнес. В этом году заканчиваем строительство второй очереди, которое было нацелено на расширение мощностей по хранению семенного материала. Также работаем и внедряем всевозможные агротехнологии. В этом году внедрили систему Кропи, которая позволяет дистанционно контролировать и планировать абсолютно все агротехнологии в компании. За два года мы существенно выросли. В начале 2018 года все эти цифры были ноль. Но даже если брать за стартовую точку лета 2018 года, мы более чем удвоили количество сотрудников, до почти 100 человек. Почти в четыре раза увеличили площадь посевов и урожай. Мы увеличили объем сельхозтехники до 54 единиц, увеличили наши точки присутствия на Дальнем Востоке. Мы на этом не планируем устанавливаться. Мы хотим за следующие три года увеличить объем производимых семян до 15 тысяч тонн, как минимум шести разных культур, чтобы мы могли обеспечить потребности любого агрария в любой точке Дальнего Востока необходимым набором семян для соблюдения полного силоборота. Все поддержив, какую возможно, административную и политическую мы вам окажем. Эти проекты для нас являются приоритетными. При изучении бедности нужно понимать, что бедность конкретно взятой семьи, она зависит от большого количества факторов. И недоучет того или иного фактора может снивелировать любые программы, которые будет реализовывать правительство или муниципалитет для того, чтобы эту ситуацию преодолеть. Нельзя просто улучшить один из факторов. Например, дать много денег семье. Это не обязательно будет сопровождаться тем, что семья не перестанет быть бедной. Простой пример. Можно построить высокотехнологичные медицинские центры в северных территориях, но без развития хороших дорог и санавиации они будут бессмысленны. Поэтому для изучения бедности и реализации национальных целей по снижению бедности приняты серьезные программы. В указе президента Российской Федерации определено, что до 2030 года количество населения, находящееся за чертой бедности, должно быть сокращено в два раза. Сейчас по методике Росстата у нас 12,2% населения является бедным. Для Хабаровского края это 161 тысяча человек. Соответственно, к 2030 году определена цель 80 тысяч человек.